Масштабно и патриотично так всегда проходит самый массовый военно-спортивный студенческий фестиваль «Поклонимся Великим Тем Годам», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед главным корпусом ДГТУ несколько тысяч студентов, восьми вузов, кадеты и юнормейцы, а среди почетных гостей – герой России, командующий войсками Дальневосточного военного округа Владимир Булгаков. Не зря его называют воензированным, то есть связь тех, кто учится сейчас в высших учебных заведениях, они – это будущие защитники Родины. Говорим много о патриотизме, обо всем говорим. А почему-то любовь к Родине у нас выпала из лексикона. Поэтому я им желаю и любви к Родине. Но в связи с тем, что это большая часть тех, кто еще учится, конечно, успехов в учебе. Дорогие друзья, мы празднуем сегодня Великую Победу. Великую Победу советского народа. Я хотел бы от себя лично и от вас поблагодарить всех ветеранов сегодня, которые присутствуют здесь на нашем параде. Сказать им огромное спасибо за Великую Победу великого народа, который мы завоевали против фашизма. Перед трибуной проводит парадный расчет военного учебного центра имени Героя Советского Союза майора Жукова Владимира Александровича. Торжественным маршем прошли студенты всех военно-учебных центров, вузов и воспитанники кадетских корпусов. Студенты-курсанты готовились к параду с особой ответственностью, ведь нет ни одной семьи, которую так или иначе не затронула Великая Отечественная. Это действительно очень затрагивает душу. Мы стояли, у меня слезы наворачивались на глазах, потому что это действительно очень важно. После торжественного шествия парадных расчетов на площади появляется самое большое в России знамя Победы. Красное полотно площадью 800 квадратных метров передают из рук в руки студенты и преподаватели ДГТУ. Они сшили его из множества кусочков кумача, на которых имена красноармейцев, погибших на фронте и ветеранов. А уже после в студенческом парке были праздничные концерты и выставка-презентация гражданско-патриотической работы вузов. Татьяна Цепелева, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова